Сухопутные войска Таиланда ожидают одобрения финансирования закупки третьей партии танков. VT-4 17 января 2019 года ЦАМТО Сухопутные войска Таиланда ожидают одобрения финансирования закупки третьей партии танков. VT-4 Танк VT-4 Источник изображения Defenseblog.com ЦАМТО 16 января Командование сухопутных войск Таиланда ожидает от Кабинета министров страны одобрения закупки очередной партии С-14 боевых танков. VT-4 MBT 3000 Китайского производства на сумму свыше 2,3 миллиарда батов. 72,2 миллиона дол. Как сообщает Bangkok Post Со ссылкой на источник в тайских СВ, это будет третья партия танков. VT-4 Которая будет закуплена у China Ordnance Industries Group Corporation Limited Стоимость одной машины составляет около 167 миллионов батов. Напомним, что командование ВС Таиланда подписало с корпорацией Norinco, China North Industries Corporation Контракт на закупку 28 танков VT-4 В апреле 2016 года Стоимость продажи составила около 4,9 миллиарда батов, 147 миллионов дол. Танки были доставлены в Таиланд 8 октября 2017 года на 6 месяцев раньше запланированного срока. В апреле 2017 года кабинет министров Таиланда одобрил закупку второй партии из 11 танков VT-4 На сумму 2 миллиарда батов, 58 миллионов дол. Техника была получена СВ Таиланда 26 декабря 2018 года. Из документов военного артиллерийского управления СВ Таиланда от 15 ноября 2018 года следует, что планируемое финансирование закупки третьей партии опт VT-4 в количестве 14 лет составляет 2,36 миллиарда батов, 74,05 миллиона дол. Танки поступят на вооружение 3-й кавалерийской дивизии, недавно сформированы в провинции Кхонкен, на северо-востоке Таиланда вблизи границы с Лаосом и Камбоджей. Новый ОПД заменит 53 устаревших N41A3 времен Второй мировой войны в составе двух батальонов. Справочно, также в июне 2017 года АЭС Норинко Был подписан контракт на поставку СВ Таиланда 34 боевых бронированных машин VN Один с колесной формулой 8 на 8, экспортный вариант BBM ZBD 09 Стоимость покупки оценивается в 2,3 миллиарда бат, 68 миллионов дол. VN Один предназначенный для замены устаревших бронемашин V150 I M 113 американского производства, закупленных более 40 лет назад. Поставка новых бронемашин должна была начаться в 2018 году. Как ожидается, в перспективе будут приобретены еще 60 BBM VN Один Контракт на закупку VT4 Требует передачи Таиланду ряда связанных технологий. Основным получателем данных технологий станет Институт оборонных технологий DTI Defense Technology Institute Входящий в структуру Министерства обороны Таиланда. Кроме того, СВ Таиланда направят в Китай для подготовки группы военнослужащих. Предположительно, специалисты DTI Также пройдут обучение в Китае. MBT 3000 впервые был продемонстрирован в июне 2012 года на оборонной выставке EuroSatry В Париже Боевая масса MBT 3052Т Экипаж 3 человека Корпус и башня изготовлены из сварной стали. Композиты обеспечивают дополнительную защиту по фронтальной дуге. Вооружение МВТ-3000 состоит из гладкоствольной пушки, оснащенной тепловым кожухом и экстрактором пороховых газов, а также спаренного сни 7,62 мм пулемета. На крыше установлен 12,7 мм пулемет с дистанционным управлением, которым управляет командир. Боекомплект составляет 38 выстрелов, в том числе 22 готовых к применению в автомате заряжания, снаряд и метательный заряд, и 18 в резерве. Кроме того, имеется возможность пускать через ствол противотанковой ракеты с лазерным наведением с тандемной боевой частью, позволяющей поражать цели на дальностях до 5000 м. Танк оснащается системой кондиционирования воздуха, системой коллективной защиты и системой инерциальной слеж. GPS Навигации Предположительно, Таиланд выбрал VT-4 по результатам его сравнительной оценки с российским T-90 и южнокорейским K-1A1 Выбор китайского танка не вызывает большого удивления ввиду усиления стратегических связей между Китаем и Таиландом в течение последних лет после военного переворота 2014 года. 16 января 2019 года права на данный материал принадлежат сам там материал размещен правообладателям в открытом доступе.